Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Мой сегодняшний гость служит Богу, благодаря воздействию небесного света. Он идет по стопам Иисуса, и это, кстати, доступно всем людям, которые верят во Христа. Вы увидите это прямо сейчас. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Джереми Нельсон, пожалуйста, объясните нам, что такое столб света? И что это за портал, под которым ходил Иисус? Объясните, мы об этом не слышали? В 16 главе Евангелия от Матфея, рыбак Петр признает мессианство Иисуса. «Носем камни, я создам церковь мою, и дам тебе ключи царства. И что свежешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе». Здесь подразумевается то, что благодаря близким отношениям, прежде всего с нашим Господом, с Богом Иисусом, и Его откровению, мы способны запирать врата ада и открывать окна неба для земли. Мы должны открывать порталы. Опишите, как выглядит этот портал, и что вы ощутили, видя его. Прочитайте несколько стихов из 3 главы Евангелия от Матфея о крещении Господа Иисуса Иоанном. Это яркий пример. «Когда Он вышел из воды Иордана, Ему открылись небеса. Дух Бога сошел на Христа в форме голубя. Он остался на Христе. Отец высказал Сыну свое одобрение и любовь. С той минуты Господь Иисус Христос творил чудеса, знаки и знамения. Он слышал голос Божий, и Он выходил в духовный мир. Когда вы креститесь Духом Святым, над вами откроется небо, и вы получите эти дары. И у вас также будут проявляться и чудеса, и знаки. На собраниях вы видели свет. Расскажите о собрании в Перу. Мы проводили собрание исцеления, на которое пришли десятки тысяч людей. Я служил на сцене. В конце Бог творил чудеса. Внезапно люди увидели сноб света. Сноб упал на мальчика, который стоял справа. Когда сноб небесного света осветил маленького мальчика, он в ту же секунду исцелился от церебрального паралича. Мальчик мог ходить и говорить, а его мама была изумлена, потому что даже черты его лица изменились, причем очень сильно. Это было очень мощное чудо. Теперь давайте посмотрим на этот портал. Знаете ли вы, как жить под открытым небом? О, если бы появилась книга о том, как жить под небесами, под открытым небесным порталом. А вы ведь написали эту книгу. О, да. Итак, Бог желает, чтобы все ходили под открытым небом, и поэтому я написал эту книгу. Иисус видел открытое небо. Я верю, что царство открылось для него и для вас. Вообще-то он пришел, чтобы принести нам доступ к царству. Господь чудесным образом подарил вам ключи. Джереми, как вы получили их? Я говорю о ключах царства. Однажды ко мне пришел ангел. Мне дали связку ключей. Один из них — это отрывок из Исаии, 22 глава, 22 стих. Читая стих, мне открылось, что через близкие отношения с Богом мы слышим Его голос. Через эти отношения на нас сходит слава с небес. Интересно то, что в Откровении сказано о ключах Давида в руках Владыки Иисуса Христа. Если вы хотите увидеть эти духовные ключи, то стройте отношения со Христом, и вы обязательно увидите чудеса. Я отворю перед ним дверь, и никто не затворит. Я закрою, и никто не откроет. Вы отметили, что чудеса для всех людей. О, да, не только для вас, да, а не для вас, а не для каждого. А вы? Движимы Святым Духом, и вы принимаете благо Божьего портала. Пробуждение идет у вас уже целых пять лет. Да, к нам приезжают люди из 150 стран и американцев. Приезжают люди из всех штатов США. Мы видели тысячи чудес. Мы видели их на собраниях исцеления. Полмиллиона человек приняли Иисуса Христа. Меня удивляет то, что происходят всякие разные чудеса. Открываются глухие уши, люди начинают видеть, и это только начало. Но это еще не все. Джереми Нельсон объявил, каждый из тех, кто верит в Мессию, имеет право жить под открытыми небесами. Это вы, конечно же. Да, в первой главе Иоанна Иисус знакомится с Нафанаилом. Филипп представил его. Бог сказал, «Вот еврей без лукавства. Когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Рави, ты Сын Божий». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что Я сказал тебе об этом. А вы будете видеть небо отверстым, и ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Тебя удивило это? Ты удивишься больше, когда «Я умру, воскресну и сотворю жилище в твоем сердце». Божьи ангелы приходят ко всем людям. Они посланы к нам на помощь. Когда я говорю, что ангелы посланы к нам, я имею в виду, что они служат тем, кто наследует спасение. Вы только представьте себе, «Сам Господь Иисус Христос молился на богослужении Джереми Неллисона». Как это было? Нередко на собрании Бог давал нам слово знания. Однажды я получил слово знания. На собрании была сестра, которая за два года до этого попала в автокатастрофу. У нее была черепно-мозговая травма. Она нуждалась в чуде. Поэтому во время собрания я попросил ее выйти вперед. У нее в спине были стержни и винты. Я возложил на нее руки. После этого у меня было открытое видение. Иисус сказал мне так, «Посмотри, как я буду служить ей». И он положил на нее руку. После этого Бог сделал чудотворение. Там было полторы тысячи человек. Впервые за два года после аварии она побежала. Она не могла этого делать, потому что в ее ногах были большие металлические штифты. Они очень мешали ей передвигаться. Она ходила-то с трудом, не говоря уже о том, чтобы бегать. Она утратила двигательные навыки после аварии. Но когда Иисус возложил руки, она исцелилась. Я, вы и наши телезрители читаем Библию. Через вас Бог делает потрясающие вещи. Иисус сказал, «Дела, которые я делаю, вы тоже будете делать. Вы сделаете большие дела». Тем не менее, кто-то считает вас особенным парнем. Я знаю эти слова Христа, но вы-то особенный. Рай открыт над вами. Доступны ли чудеса всем? Если ты жаждешь чудес, то да. Возникает вопрос. А ты стремишься жить с Господом? Позволяешь ли ты Богу делать тебя подобным Ему? Ты призван быть чадом Отца и Его учеником. Если мы исполняем это призвание, то Он наделит тебя силой и прославится. Ты увидишь чудеса. Фактически, мы видели их пять месяцев назад. Я ехал домой из другого города. По пути домой я остановился перед светофором. Кто-то проскочил со скоростью 80 км в час. Я увидел свет фар возле себя и просто заорал, Иисус, Его машина проехала сквозь мою. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Беспечный водитель уехал. Я был шокирован. Господи Боже, что же это? Я спас тебя, потому что ты призван совершить служение. Такой голос я услышал. Джереми, вспомни, как люди поставили Господа Иисуса Христа на вершину горы. Он прошел сквозь толпу. Тот водитель не убил тебя, потому что я призвал тебя служить. Сид, если вы исполняете Божие призвание, Бог защитит его помазание на вас. Он сохранит и вашу жизнь, и вашу душу, и ваш дух в целости и сохранности. Это невероятно. Служитель Джереми Нельсон сделал одну вещь, которая активировала духовный невидимый мир. И это спасло его. Вы хотите узнать, что это он возвал к имени Иисуса Христа? Джереми расскажет о главных ключах в его жизни, благодаря которым Бог являет свою силу и по сей день. Она доступна и каждому из вас. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Я был на служении, где отмечали праздник воскресения Христа. Вы удивитесь? Расскажите нам о том, что происходило на одном из таких праздников, где покойники вставали живыми и невредимыми. Мы проводили эти праздники в рамках пробуждения. До собрания Господь сказал мне, «За неделю до начала собрания и провозглашай, силы сойдет на мертвых, и они оживут». Я был очень удивлен. От мысли о том, что здесь будут лежать покойники, мне стало страшным. Собрание кончалось, но никто не нес мертвых людей. Я расстроился. В конце я объявил, «Мы помолимся за воскрешение всего, за воскрешение тел, доходов. Если у вас есть нужда, напишите ее на карточке». Ко мне подошла одна женщина. Она сказала, «Помолитесь за мою подругу, которая живет в Египте». Дама забыла сообщить мне, что ее подруга умерла вчера. Она сказала, «Она живет в Египте». Я подумал, «Ну, значит, она живая». Я высвободил силу, но я не знал, что это была сила воскресения. Мы приказали ее телу ожить. Случилось настоящее чудо. Подруга из Египта ожила после молитвы. Теперь с ней все хорошо. А что случилось с сестрой из Литвы, которая, узнав о пробуждении, приехала к вам в другую страну? Одной из особенностей пробуждения или жизни под открытыми небесами является ощутимая слава Богу. Сейчас вы можете получить помазание. Девушка прилетела из Литвы в Сан-Диего на два месяца. Когда она вернулась домой в Литву, она спросила себя, «Получила ли я помазание, как у Джереми и Миранды?» После этого Небесный Отец сказал ей, «Иди в аллею». На аллее лежал покойник. Девушка подошла к нему и сказала, «Оживи во имя Иисуса Христа». Она просто приказала ему встать, и он воскрес. Господь Бог дал Джереми ключи от небес. Большинство из вас знает об одном ключе. Нам нужно поверить в доступность этого ключа. Данный ключ активирует почти все, что есть на свете. А теперь расскажите нам о духовном голоде. Я был в Южной Корее. Служил там местным жителем. Там собралось две тысячи голодных по Богу человек. Бог дал мне сон. Во сне Он сказал мне, «Голод — это валюта рая». Когда люди молятся и идут вперед, то это открывает окна небес для верующих, и они получают ответы. В первый вечер тех собраний там сидело две тысячи корейцев. Они сказали, что хотят сделать объявление. Братья и сестры протянули руки и молились за меня долгих 10 минут. Небеса раскрылись. Потом Бог вернул слух, 13-ти людям. В дальней части зала лежала парализованная женщина. Все ее кости буквально затрещали. Она подпрыгнула и побежала к сцене. Сид, я еще не видел столько много Божьих чудес за один раз. Корейские христиане устремились к Господу. Когда они молились, их голод открыл небеса. Молитвы открывают небо. Когда вы ходатайствуете, небо открывается больше, чем раньше. Молитесь молитвами ходатайства и стремитесь к Богу, и ощущайте голод. Тогда Он и зальет свой дух на жаждущие. Джереми упомянул еще об одном ключе. Пожалуйста, дайте нам сейчас пример о высоком мышлении. Мы побывали в Малави год назад. Я служил на собрании исцеления. Там собралось 70 тысяч человек. Вы понимаете, в этой большой Африке есть множество ведьм, множество знахарей, море колдунов, вуду и других темных личностей. Вечером Бог сказал, один из самых важных секретов по поражению сил тьмы и открытию неба. Над районами тьмы это кровь Христа. Он сказал, кровь Христа это мощнейшее оружие. Ты можешь призвать ко мне о помощи через кровь. Я уничтожу все проклятия колдовства и изгоню телесные болезни. Я сведу свой огонь. Я обратился ко всем знахарям, которые слушали меня в ту минуту. Примерно 40 знахарей и вуду стояло позади со своими посохами наперевес. А я сказал им, вы знаете силу кровавой жертвы. Настоящая сила есть в чистоте жертвы. Иисус Христос это совершенный ягненок с чистейшей кровью. Мы упраздняем вашу власть. Проклятия, которые вы произнесли, принося животных в жертву, не сбудутся. Бесы вышли из многих людей. Я спросил участников собрания, «Кто из вас сейчас увидел или ощутил, как нечистые духи оставили вас?» Примерно 30 тысяч человек помахали мне в ответ. Бог сказал мне, «Высвободи огонь». Все, кто спасся, крестятся Святым Духом. Мы провозгласили огонь крещения Духом. Эти 30 тысяч человек помахали мне, подтвердив свое крещение Духом Святым после того, как из них вышли демоны и бесы. А вот что может сила крови Господа Иисуса Христа. Это чистейшая кровь. Джереми Нельсон верит Библии, но этот его поступок потряс меня. Пожалуйста, расскажите нам о вашем собрании на стадионе. «Бог трансформировал вас сверхъестественно». Как явилась эта сила? Я участвовал на собрании, которое вещалось на Бог ТВ. Мне сказали, «Смотри, не опоздай. Кровь из носу, но ты просто обязан открыть собрание и представить спикеров». Проблема была в том, что когда пришло 10 тысяч зрителей, тамошний стадион вмещал только 6 тысяч человек. Я возвращался к стадиону, и попал в пробку. Часы показывали почти 7. Я сказал водителю, «Выезжай на среднюю полосу и сворачивай». Водитель сделал так, как я ему сказал. И вот мы позади стадиона. Наверное, мы нашли секретный вход. Выскочив из машины, я помчался к стадионному микрофону. Я заметил, что пробило ровно 7. Я вышел на сцену и открыл собрание. Подойдя к устроителю мероприятия, я сказал, «Слава Богу, что я нашел потайной вход». Он ответил мне, «Здесь нет такого входа, зато там был лес». Это было чудо перемещения. Бог потрясет этот мир, чтобы ты достиг его цели. Бог чудом доставил нас на собрание. Иисус желает, чтобы вы жили в сверхъестественном. Он хочет, чтобы вы всегда были рядом. Там был лес, а не дорога. Мы поговорим о главном ключе, о стремлении быть с ним. Вы знаете, я молюсь каждый день. До того, как я читал Библию по плану, я читаю из первой главы Ефесиным. Павел молится за Ефесскую церковь, дабы она приняла дух мудрости, откровения и знания Бога Отца. Он молится о просветлении очей сердца и знании надежды, чтобы они знали свое наследство в нем. Каждый день я молюсь так. «Господи, открой очи моего сердца, открой мне Библию, открой глаза моего духа, чтобы мне видеть людей так же, как и ты видишь их». После этого я слышу Господа Бога отчетливо, но вначале я должен настроиться на Его волну. Я должен пропитаться состраданием к людям, ведь я хочу, чтобы Бог помогал им. Они так во многом нуждаются, и тогда Бог отчетливо говорит, «Помолитесь за всех людей, молитесь о духовном голоде, об огне, Бога и славе». Отец, спасибо тебе за зрителей, наполни их семьи и дома твоей славой. Мы высвобождаем огонь и славу. Мы просим, дай людям видеть, слышать и знать тебя больше. Открой небеса над ними и их домом. Господь, спасибо тебе за тех, кто смотрит нас. Мы просим тебя дать им небесный огонь и славу. Спасибо, Отец, за ощутимую славу, открывающую небо над жизнью каждого. Пусть люди слышат небо и видят в духе. Пусть сойдет помазание пробуждения, которое мы носим в огне и во славе. Небесный Отец, пошли своему народу неутолимый голод, чтобы они желали искать тебя. Господи, пусть они ищут тебя и твое лицо. Боже, высвободи помазание огня и славу. Бог мой, открой небеса над людьми. Господь мой Бог, пусть люди встретятся с Тобою, с Богом любви и живут с Тобою, ходя в Духе Святом. Обо всем этом я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Шалом. Я Феликс Халперн. Я умер из-за сердечного приступа. Я знаю, что такое умереть верующему. Я видел небеса. Я воскрес и исцелился. У меня есть к вам срочное сообщение. И я поделюсь им с вами в передаче «Это сверхъестественно» с Идом Ротом. Смотрите нас это срочно. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.